Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Мирянин Ведогор. Здравия тебе, Ведогор! Здравия, Алексей! Мы сегодня собрались с тобой поговорить на тему сыроедения и молокон. Насколько я понимаю, это тема, которая волнует многих людей. Скажи, пожалуйста, свою точку зрения. Во-первых, почему эта тема, на твой взгляд, интересна? И, во-вторых, естественно, что ты по этому поводу сам думаешь? Здравия, зрители! Мой канал на ютубе Мирянин Ведогор. Что я хотел спросить по этому вопросу? Вопрос. То, что... Ну, в Ведах есть о питании, да? Там разное много чего написано и уровень и все такое. Я хотел спросить к тому, что, не знаю, сколько лет, 6, может, назад больше, появились в ютубе видеоролики отдельно, как бы не ведические, а просто по сыроедению отдельно, как отдельное движение такое. И, ну, в этих роликах люди рассказывают, вот, там, я перешел на сыроедение, все хорошо, все такое, да? Я с этим даже не спорю. А вот в этих роликах эти люди сыроедения, они утверждают, что молоко и молочные продукты вредны для человека. Вот такой вопрос я тебе хотел задать. Что ты по этому поводу скажешь? Вопрос уже нами обсуждался как-то в передаче. Мы там по нему давали какие-то свои размышления, мысли. И поэтому мне интересно твое мнение. Вот что ты, как человек, который рассудительный, который интересуется нашим наследием, сам по этому поводу думаешь? Потому что я тоже слышал разные мнения. Одни говорят, что без коровки, без кормилица невозможно. Други говорят, ну что вы, как это можно и так далее. Что я скажу по этому вопросу? Я придерживаюсь, у меня нет своего мнения отдельного. Я согласен с тем, что я изучил ведах по этому вопросу. Мое мнение сходится, я соглашаюсь. То есть, там есть такое, что есть люди разных уровней. То есть, могут быть люди обычные попроще человека, который все подряд ест. Если он, допустим, считает себя каким-то священнослужителем, выходит на более высокий уровень духовного развития, у него будет больше энергии. И он может отказываться от каких-то видов пищи, от мяса, от хлеба, от всякой вредной пищи. Затем человек может выйти действительно на сыроедение. По ведической традиции считается, если человек духовно развит, у него хватает энергии, здоровья, все такое, то он спокойно может быть сыроедом, но молочные продукты приравниваются по ведической традиции к сыроедению. То есть, их можно употреблять, и они наравне с сыроедением идут. Но единственное, что они правильно делают замечание, конечно, что лучше молоко действительно из-под коровы деревенской, чем в магазине действительно там может вместо молока быть порошок разбавленный. Вот с этим я согласен. А потом описано, что есть и дальше уровни, и выше. То есть, есть, когда человек может уже действительно от молочных отказаться, быть только на одном сыроедении. А есть такие уровни, когда вообще, ну, я таких как бы сейчас... Хотя, может, есть люди, которые вообще только одной водой питаются. А есть, которые вообще ничего не едят. И даже среди тех, которые не едят, там тоже есть свои уровни. Есть, когда человек не ест, но он питается воздухом и солнечной энергией. Есть более высокий уровень, когда он питается как бы такой энергией прана, которую как бы не видно. Есть еще более высокий, когда человек сам вырабатывает энергию и питается своей собственной. Ну, как определить, такого человека, не знаю, там можно в бочку закрыть, и он все равно выживет. Как бы, то есть, от голода не умрет. И более высокий уровень еще, когда человек вырабатывает столько много энергии, что у него создается такое поле, что человек, который находится с ним рядом, в этом поле энергетическом, он тоже может не кушать, он может подпитываться от этого человека. Вот, как бы сказал. А, нет, не весь ответ, не весь ответ. Я скажу так, что если человек низкого уровня развития отказывается от молока и от молочных продуктов, то считается, ну, я слышал такое мнение среди учителей, я сам тоже. У меня есть три знакомых, которые уже больше трех лет на сыроедении без молочных продуктов. То есть, они на эту моду повелись. Ну, и я в интернете как бы слышал людей-сыроедов, которые рассказывают, что они уже там по сколько-то лет на сыроедении. Считаю, что отказ от молока для людей невысокого уровня может приводить к ухудшению работы мозга. Я не говорю, что молока надо пить много. Просто совсем чуть-чуть там бывает, ну, раз в пару дней там 50 грамм можно выпить этого молока, его много не надо. Потому что, ну, вот даже у меня у самого, я раньше много молока пил, а потом перестал. Сейчас я пью там, ну, 50 грамм молока раз в два дня. Просто у меня энергия начинает зашкаливать. Если я выпью, как раньше, там, пол-литра или литра молока, я просто взлетать начинаю. Ну, самому неприятно. Я просто больше медитацией занимаюсь. Если мне больше нравится, когда в состоянии покоя, спокойствия такого. А когда меня, ну, аж трясет, что у меня столько энергии, мне как-то не нужно. Ну, так вот. И может быть ухудшение работы мозга у людей. То есть, если... И даже люди, хотя они говорят, что все в порядке на сыроедении у них, они стали лучше, спокойнее и так далее. Вот со спокойствием я тоже не верю. Потому что я вижу, что у них перепады настроения идут. Он то успокоен, то успокоен, то видно, что человек нервничает. И такой, ну, как бы... То есть, я не верю в это. А вот молоко, оно как раз успокоительный эффект действия тоже имеет. Хорошее у тебя наблюдение. На самом деле, давай начнем с того, что не всегда образ питания говорит о каком-то высоком духовно-нравственном уровне развития самого человека. О его высоком божественном бытии. Множество есть примеров вегетарианцев, которые в этом мире творили ужаснейшие вещи. Но при этом были вегетарианцами вообще вот так вот. Как в песне «Жиган-веган», который убьет за сельдерей. Это первое, что надо отметить. Второе, если мы говорим про сыроедение, то в этом случае необходимо понимать, что молоко и молочный продукт должны быть не обработаны термически. Вот все, что молочное обработано термической температурой нагрева, где нагрев, вернее, так скажем, нагрев был более 40 градусов, 42, а уж 43, 45 – это уже все. В этом случае это уже не может быть сыроедением, и это уже становится вредным. К примеру, к вредным продуктам можно отнести творог. И те сыры, которые варятся. Вот сыроварня и творожня – это то, что производит отраву для нашего организма. Все, что связано с биопереработкой бактериями, для человека может быть полезно. Теперь давай рассуждать, что может быть полезно. Если мы берем просто молоко от непонятной нам коровы, которая стоит, например, в столе какой-либо фермы, где огромное количество грибков, которые недружественны нам, где есть какие-то добавки в организмы животных при помощи инъекций, которые тоже нам не полезны, где есть какие-то болезни, которые тоже нам не полезны, вот таких коров, наверное, считать кормилицами не стоит. Потому что, ну, болезни, которые у них есть, передаются в молоке. И для того, чтобы люди не болели, их это молоко пастеризуют при помощи термообработки. То есть молоко становится уже неполезным. Все, что термически обработано в молоке, оно становится бесполезным или даже вредным. Поэтому те люди, которые пьют молоко, считая себя веганами, вегетарианцами, сыроедами, ну, веган-то вряд ли кто-то немножко загнул, конечно, ну, сыроеды, в этом случае тогда они могут, ну, несколько так, лукавить или заблуждаться в том случае, если употребляют молоко, которое прошло по стерилизацию или полную стерилизацию. Это уже отрава. Ну, уж если там добавлены какие-то вещества, пальмовое масло или что-то еще другое, или это сделано при помощи восстановления из сухого молока, ну, я здесь вообще уже молчу. Поэтому все, что продается в магазинах, даже под видом фермерского производства, не всегда я уверен, что там полезное молоко. Поэтому на сегодняшний момент единственным способом быть уверенным в том, что вы употребляете полезное молоко, является указатель того, что вы знаете лично эту корову. Вы знаете лично этого фермера, у которого этого корова. Вы знаете лично, что он ее не колет, что он ее не кормит всякой гадостью. Вот если в корм попадает какая-либо гадость, если он ее колет, значит все. Вещества уже вместе с молоком попадают к вам. И в этом случае считать это какой-либо полезной продукцией уже невозможно. Далее. Если молоко остыло, то в этом случае вы уже не получите из молока ту прану, те же ватмы, которые корова там оставила. Это тоже надо учитывать. То есть охлажденное, постоявшее какое-то время молоко уже не является полезным. Или является полезным, но не в той мере, на которую вы рассчитываете. И тот эффект, о котором ты говоришь, это всего лишь навсего реакция организма на получение быстрых веществ, которые находятся в молоке, но не той пользы, которая изначально в природе молоком передается. Теперь смотрим дальше. Если мы говорим про природное какое-то мировоззрение, или не так, не смотрим на природное мировоззрение, не очень звучит своеобразно. Если мы по-природному пытаемся жить, то давай тогда уж наблюдать за природой. Никогда корова не сцеживает себя, чтобы накормить своего теленка. Теленок сам подходит и отсаживает молоко своей мамы. И тем он кормится. То есть остывшего молока в природе уже нет. Я себе не представляю, чтобы корова надоила себя, угостила теленка, угостила мурку, угостила там еще кого-то. Нет таких приспособ у коровы. У мурки тоже таких приспособ нет. Она не может доить. Она может только лакать. У теленка тоже нет. Поэтому холодное молоко в природе не встречается. И остывшее молоко, как я уже говорил, теряет много чего полезного. Далее. По поводу пользы или не пользы самого молока. Когда мы говорим про то, что молоко полезно, у меня возникает вопрос, в каких случаях и когда полезно. Если просто употреблять молоко, то это только продукт питания, и не более того, который легко усваивается организмом. И то, как показывает практика, не всеми организмами. Вот и дело разграничения. Уровень сознания. Пониже, повыше и так далее. А есть люди, которые просто молоко не переносят. Ну, не то чтобы от рождения. А у них наступает момент такой, когда они уже не способны перерабатывать молоко. У меня были знакомые, разных причем национальностей, которые выпивали молоко, и тут же кому-то хотелось срочно в туалет уйти, кого-то рвало, кто-то потом мучился с коликами в животе, у кого-то потом сразу сыпь появлялась на лице, кто-то с сопливой начинал ходить. Вариантов огромное количество. То есть одно и то же молоко может действовать на разных людей совершенно по-разному. И говорить о том, что вот только этим людям молоко, ну, вернее так, что молоко всем полезно, я не могу. Вот этим оно может быть полезно, а вот этим оно может быть не полезно. Это потому что пищевой продукт, который с определенной, с определенной, так сказать, вероятностью, как любой пищевой продукт, одному может подходить, другому не подходить. Здесь, возможно, генетические какие-то особенности у кого-то, а может быть какая-то приобретенная, но может быть через болезнь или через какие-то изменения в организме, устойчивость или неустойчивость к молочным продуктам, к перевариванию или не к перевариванию. Теперь давай к физиологии еще дальше пойдем. В русском языке есть такое понятие молочные зубы. Молочные зубы потому и назвало молочные зубы, что до этого момента детеныш, а это, как правило, 6-7 лет уже переходный период, там до 8 максимум, в зависимости от того, что происходит конкретно с каким ребенком, ну, обычно там 6-7 лет меняются зубы молочные на коренные. Так вот, до этого момента, пока есть молочные зубы, ребенок может употреблять молоко. И в его организме есть все предпосылки для того, чтобы его усваивать и быстро расти, потому что там очень много питательных веществ. Но потом молочные зубы почему-то заменяются на коренные. Ведь не называют вторые молочные зубы, а называют уже коренные. Это те, которые способны грызть корни, которые уже сидят глубоко, то есть, которые уже способны пережевывать более грубую пищу взрослого человека при необходимости такой. А молочные зубы, как там по старой поговорке, мышка, вот тебе молочный зуб, дай мне коренной, и бросаешь от зуба за печку. Они уходят, эти молочные зубы. Вот, поэтому уже само название говорит о том, что есть пища детская, есть пища взрослая. Если мы немножечко отойдем от человеческого вида, например, к тому же самому теленочку, то пока он маленький, он сосет маму. Когда он вырастает, он маму уже перестает сосать. Да и она особо его не подпускает. В природе обычно, когда заканчивается кормление своих детей, у мамы молоко перестает выделяться. То же самое и у кошек, то же самое и у собачек, и то же самое и у коровок, и лосей, и оленей, и кого там возьмите, тюленей. То есть есть период вскармливаемым молоком, когда организм быстро растет, и он это все усваивает, а есть период перехода от молочной пищи к обычной, видовой пище. Если бы в природе, а человек все-таки, он от природы исходит, и очень много у нас общего, если бы в природе было такое, что в любом возрасте можно было подойти к мамке и пососать ее, но в этом случае тогда бы вопросов никаких бы не возникало. Но нас приучили к тому, что этот продукт, естественно, в любое время. Да, я согласен, что человек отличается от других животных. Но в чем его отличие? В том, что у него есть разумность, в том, что у него немножечко там что-то где-то добавлено. То есть человек – это более всеядное существо, которое для выживания способно употреблять в пищу все, что угодно, начиная от праны и заканчивая мясом, которое пролежало в морозилке сто лет. Вот он ради выживания съест все. Но изначально все-таки по природному, по циклам взращения, взращивания, он сначала является млекопитающимся и млекопитающим, а потом переходит на видовую пищу. Видовая пища для человека все-таки это не молоко и не мясо, это плоды, плодоядность. У нас она четко проявлена. Плодоядность. Далее. Мы в природе очень редко встречаем, когда один вид вскармливает другой вид. Ну, к примеру, олениха волчонка не вскармливает, олениха зайчонка не вскармливает. Ну, и то же самое наоборот. Коровы же, он нам часто показывает, ну, вот, смотрите, корова вот воспитывает там других детей, например, там, лосенка того же или лененка в зоопарке. Ну, да, потому что корова более распространена и сейчас такие коровы появились, которые дают по ведру, большому ведру молока, может, там, еще и больше дает за раз. А надо доить как минимум два раза. Получается, что это более распространенное животное в нашем хозяйстве, которое вот уже модернизировали такое состояние, что он дает очень много молока, поэтому вскармливают других. Да, бывает в природе, например, что у кошки или у собаки щенятки родились, ну, там, кого-то утопили, кого-то еще, и вдруг ежата прибежали там, да, остались без мамки, и кошка вскармливает ежат. Такие случаи тоже бывают. И нам говорят, ну, вот, видите, значит, других можно вскармливать, почему человек не может чужое молоко пить. Это я мягко подвожу к тому, нужно нам пить молоко других животных или не нужно пить. С точки зрения продукта, о чем говорил ты, да, можно употреблять любое молоко, хоть лосиное, хоть китовое, хоть борсучее. Употребляйте, пожалуйста, если это просто продукт питания. Но если мы понимаем, что это не просто продукт питания, а это нечто другое, о чем говорят наши древние поговорки, например, впитал с молоком матери. Не просто же впитал, а впитал с молоком матери или впитал с молочными зубами. Вот такие поговорки существуют. То это говорит о том, что в молоке есть что-то такое, что просто вот с точки зрения биохимии нам, наверное, не понять. И поэтому, на мой взгляд, существует необходимость маме кормить своего ребенка или родственнице, если у мамы вдруг молока нет или мама не стала, кормить своего маленького родича. В первую очередь надо стараться давать молоко то, которое близко по виду. Мало того, по виду, еще близко по роду. А у нас как? У нас молочные кухни, где там продают за копейки что угодно, лишь бы только накормить. Мамы бросают своих детей, они идут работать. На молочные кухни с утра пришли, ну, как это было в Советском Союзе, пришли, получили, молока столько-то, творога столько-то, сметанки столько-то, сливок столько-то. Все, ушли. Вот так вот каждый день ходили на молочные кухни в Советском Союзе. Сейчас я просто не знаю, что там происходит. И получается, что людей приучили к тому, что надо идти работать. Вот покормили грудью 3-4, ну, там, 6 месяцев. Все, баста, завязываете, после этого приходите на молочную кухню, идите работайте, ребенка в ясли, и все хорошо, замечательно. То есть, строительство коммунизма, а сейчас строительство капитализма, когда ребенка можно кормить чем угодно, лишь бы только строить, зарабатывать и быть как все. В ведическом нашем представлении ребенок никогда не оставался один. Мама не работала на стороне, мама трудилась дома, поддерживала свой очаг, поэтому ребеночек был всегда при ней. И даже если мама призывалась на общественные работы, например, уборка стогов, ну, уборка сена, стогование, или, может быть, жатва идет, ребенок все равно с ней всегда был. Всегда с ней. О молочной какой-то там кухне думать, ну, не приходилось. Корова же, если мы так вот рассуждать будем дальше, корова же стала использоваться как именно носитель продукта питания в те времена, когда стали очень серьезные изменения с землей матушкой происходить, когда меньше стало тех продуктов, которые, естественно, для человека в взрослом возрасте. поэтому и коров поголовье стало увеличиться. Но даже в те времена, когда в каждом доме была корова-кормилица, или, как еще называли, матушка-коровушка, даже в те времена она была одна на всю семью, и эта семья получала только от нее продукт питания. То есть, здесь уже помимо животной энергетики хозяйка, которая постоянно с ней взаимодействовала, заряжала ее своей энергетикой. И поэтому корова, как минимум, была не вредна для этой семьи. Она давала то молоко, которое в этой семье уже было подходящим. Бактерии, которые внутри жителей этой семьи жили, они усваивали это молоко. Например, с другого двора, если молоко принести, то оно могло бы не подойти этой семье. Как и от этой семьи к другой, если это молоко отнести, тоже могло бы не подойти. Потому что энергетика хозяйства разная. И бактерии, которые живут именно в этой семье, они по-своему реагируют. Но обратите внимание, что не всегда пили молоко именно вот так, чтобы прям пить-пить. Всегда молоко или сквашивали, или снимали сливки, которые сейчас по сути это жирное молоко. Сейчас масло называют, на самом деле сливки, это и есть то масло, которое на магазинах продают. И делали то масло, которое было вот настоящее, такое масло, которое прям не таяло в руке. То есть другие продукты были, по-другому. Твороги же делали тогда, когда уже безысходность какая-то была и необходимо было заготовить. То есть творог, творожный сыр и сам сыр изготавливались на случае нужды. Точно так же, как, например, заготавливались колбасы, когда там забивали свинюшек или каких-то других животных для того, чтобы заготовить. И колбасы делали, много чего другое, и соленья делали и так далее. Вот сыры это как раз и творога. Это имеет отношение к долгому хранению. Но они, как я уже сказал, более вредны. Но, как говорится, на безрыбе и рак щука. Исходя из этого, надо понимать следующее. Первое. Корова должна быть своя. Корова должна быть постоянная. Одно молоко желательно не пить. Если хотите выпить молока, выпивайте, но оно должно быть теплое. Постоявшее молоко лучше не пить. Лучше молоко разделять на составляющие фракции, позволять бактериям обрабатывать их и вот эти уже подготовленные ферментированные молочные продукты употреблять, а остатки переводить в какое-нибудь хозяйство. Например, на сыворотке что-то делать или подкармливать, если у вас есть в хозяйстве, что-то. Хозяйка найдет, что-то в сыворотке делать. Надо учитывать то, что корова передает свою энергетику, свои составляющие и ребенок не всегда может получить то, что ему необходимо, потому что все-таки это человеческий детеныш, а человеку надо получать свое видовое молоко от мамы. То есть корова в полной мере не может заменить, даже своя дворовая хозяйская корова не может в полной мере заменить мамино молоко. Вот. И ни в коем случае нельзя употреблять молочные продукты, которые появились непонятно откуда, непонятно от каких коров, которые могут содержаться в плохих каких-то условиях. Их могут кормить чем угодно, их могут колоть чем угодно, там могут быть какие-то свои болезни. Вот такое у меня мировоззрение по этому поводу. Вот такие у меня взгляды, вот такие мысли. По творогу, допустим, я скажу еще тогда. Ну, это просто как-то давно было, вообще очень давно у меня запалел желудок. Я пошел в аптеку, купил таблетки, попил, желудок прошел. Потом хоп, через время опять запалил. Ну, что такое? Так. У меня была книжка там по лечебному питанию дома. Я думаю, давай-ка я почитаю. И, короче, вычитал в этой книжке там написанное, если у вас запалел желудок, кушайте творог. Я думаю, ну ладно, не пойду за таблетками, попробую творог. И каждый день понемножку творога ел. И прошел желудок еще быстрее, чем от таблеток и больше не болел никогда. Вот. Это что? А если бы ты употреблял тот творог, который не термически обработанный, а сделанный по принципу отжатия на биобактериях, у тебя бы это прошло очень все быстро. В данном случае творог явился абсорбентом, который на себя притянул те болезни, которые у тебя были в организме, и он просто их вынес на себя. Вот и все. Но при этом, я тебя уверяю, что творог, дал определенные отложения у тебя в печени и в почках. То есть, одно подлечил, другое подкалечил. А вот если бы ты использовал творог не термически обработанный, говорю, а отжатый, созданный по древним технологиям, то в этом случае тогда бы ты, не навредя себе, не получив отложений в печени и в почках, прочистил бы свой организм. То есть, возвращаемся к чему? К природному виду жизнедеятельности человека, к природному, к естественному. Я хотел спросить тогда такое. Если человек в городе живет и нет у него никакой коровы, как ты считаешь, твой совет, ему покупать в магазине, кушать молочные продукты или нет? Я уже говорил, что на безрыбье и рак щука. Поэтому, когда человек голодает, в этом случае он будет есть что угодно. Человеческий организм так устроен. Он может перерабатывать что угодно, но за счет себя. то есть, если нечего есть, то по ведическим всем писаниям мы можем забить любое животное. Мы можем это животное использовать для того, чтобы выжить. Но постоянно питаться животными смысла нет, потому что будет происходить много неприятных в организме явлений. И как только появится нормальная пища, то в этом случае надо переходить на нее. А вот когда мы живем в городе, то есть, мы себя загнали в неестественные условия уже, то тогда будьте любезны, расплачивайтесь за это. Питайтесь той пищей, которая для вас неестественна. Но в этом случае вам придется платить своим здоровьем, продолжительностью жизни и в конечном итоге многими болезнями, которые после 40 лет вас начнут нагонять. А к 60-70 годам вы будете в очень печальном состоянии. Посмотрите на городских стариков и посмотрите на стариков, которые живут в деревне и сравните. Я так более уточню тогда вопрос. Смотри, человек не голодает, он может пойти в магазин и купить все, что хочет. Он в городе живет, например. Все, что хочет в магазине, там все продается, все может купить. Вот в этом я в смысле спрашиваю, такому человеку покупать молоко, пить или нет? Или лучше другие продукты? Ну, человек не голодает, он может любые продукты в магазине купить. Молоко молочное ему покупать или не надо? Вот на твой взгляд. Если человек будет слишком избирательно подходить к вопросам пищи в городе, то в этом случае он начнет голодать. Потому что как только он будет более подробно изучать, что он покупает и ест, он откажется не только от половины продуктов, а от намного большего количества продуктов. Потому что все, что продается в магазинах современных, оно выращено с нарушением естества. и с точки зрения биоэнергетики, и с точки зрения биохимии, и с точки зрения вообще перевозки, транспортировки и так далее. То есть, как правило, больше половины продуктов сразу можно называть мертвыми продуктами. А мертвичина жизни не дает. Это закон ведический, закон бытия. Мертвая жизни не дает. Мертвая она создает условия для растления как и физики, так и энергетики, так и мысли. Поэтому человек, еще раз говорю, может покупать в жилья в городе все, что угодно. Но при этом он должен учитывать, что это все, неважно, зелень он покупает или молоко он покупает или молочный продукт, все это уже не является полезным с точки зрения бытия человека. Вот и все. На сим я хочу пожелать всем нашим зрителям и слушателям все самого доброго. Ты о себе тоже скажи, пожелай что-то. Люди, вы много слушаете таких моментов, что там правительство плохое, там вот это плохо, вот это плохо. Это действительно все правда. Но это правда, она грузит человека в негатив. Так что старайтесь не погружаться в негатив. Вы изучайте, но старайтесь пребывать в позитиве. Не забывайте об этом. Все. Удачи. Соглашусь с тобой полностью. Если вы изучаете какой-либо негатив только для того, чтобы его в себе леять, воспитывать, увеличивать, вы этот негатив дорастите до размера в себя, и он вас уничтожит. А если вы разбираетесь с этим негативом с точки зрения того, как теперь нам быть, чтобы изменить и перевести его в позитив, вот раз такие слова у нас пошли, негатив-позитив, в этом случае вы на правильном пути. Но только необходимо это делать без злости. Нужно это делать с любовью и с пониманием. Тогда вы не будете сами себя разрушать. Вот теперь на сильное с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народнославянское радио, Мирянин Ведогор, канал Мирянин Ведогор и сам Ведогор в собственном обличии. Желаем вам всего самого доброго. Будут вопросы, пишите. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть давай. Редактор субтитров А.Семкин